Вот так проходит осень в Австралии. У нас последний месяц осени. Зима уже не за горами. Но мы ее не боимся. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на этот канал из Австралии. Меня зовут Александр Идаринкин. Но в этом видео я хотел бы поговорить немного об эмиграции, немного об вашей эмиграции. Неважно, в Австралию вы хотите эмигрировать или хотите эмигрировать в какую-либо другую страну. Вы в начале видео могли видеть, как мы пытались пришвартоваться к берегу, к Ворфу и плыли. И море сегодня неспокойное. Но капитан судна знал, куда он плывет. У него была карта, у него было место назначения. И поэтому мы доплыли. И то же самое относится к вашей эмиграции, ребята. Если вы знаете, куда вы идете, вы обязательно туда придете. Очень часто из опыта, хочу сказать, мне пишут много ребят. И возраст может быть разный. И 20 лет, и 30, и 40. Могут быть разные люди, разные ситуации. Но часто люди пишут и не понимают, чего они хотят от жизни. И вместе с тем они хотят эмигрировать в Австралию. И когда я читаю некоторые сообщения, бывает, мне пишут большие сообщения, целую страницу, приводя абсолютно какие-то ненужные факты. Один человек сказал, что он специалист союза рыболов своего поселка. Одновременно он инженер, но он по специальности не работал. Английский не знает, но хочет эмигрировать в Австралию. Но очень много всяких таких фактов бывает. И я на самом деле не знаю, почему вы это делаете, ребята. И такое складывается ощущение иногда, повторюсь, иногда, что вы не знаете, чего хотите. Так вот, эмиграция в Австралию начинается с того момента, что вы начинаете знать, чего вы хотите. У вас есть определенный план того, чего вы хотите достигнуть. Если вы рассматриваете, к примеру, профессиональную эмиграцию, вы должны понимать, что вас хотят здесь видеть как профессионала. То есть для этого есть определенные списки, определенные специальности, определенные требования по английскому языку. Для этого есть визы как из консорства штатов, так и независимые визы. Но так или иначе, есть определенный процесс того, чего вам нужно сделать. Если вы председатель общества рыболовов, это никак не поможет вам эмигрировать в Австралию по профессии инженера. Если вы закончили факультет инженерии, но никогда не работали по специальности, или работали неофициально, это также не поможет вам эмигрировать. Если вы не знаете английского языка, то это также не поможет вам эмигрировать, если вы хотите воспользоваться визой партииальной эмиграции. То есть вашего желания недостаточно. У вас должна быть цель. Вы должны быть капитаном собственной жизни. Вы должны спланировать все, прежде чем вы совершите свою эмиграцию в Австралию. Вот видите, там корабль плывет. Мы, в принципе, плыли там же. Мы приплыли вот оттуда, там за Opera House, приплыли вот туда. Там находится остановка фэри, как сказать, парома. И мы знали, куда мы плывем. Именно поэтому мы доплыли. То же самое, ребята, то же самое относится к эмиграции. Иными словами, если вы не знаете, что делать, то вам нужно первым наперво, прежде чем что-либо делать, понять, какие у вас шансы. Как вам приехать, что вам нужно сделать. Вам нужно нарисовать эту карту, дорожную карту. Без плана нет вообще ничего. Если вы строите дом, у вас есть чертежи, у вас есть определенные планы зданий, вы заливаете фундамент. То же самое относится к вашей эмиграции. Я думаю, что эмиграцию многие люди не воспринимают серьезно у нас в стране. Не только у нас в стране, а вообще во всех странах постсоветского пространства. Потому что у нас есть определенный склад ума, если хотите, или характера. Что в советское время нас не научили брать ответственность за себя. Не научили думать. Не научили брать ответственность вообще за себя, за свою жизнь, за свою семью в руки и действовать. И не привили нам то чувство, когда мы понимаем, что зависит все только от нас. С кем мы поговорим, кому мы заплатим, как мы зададим язык, как мы приедем. Понимаете? Не зависит от кого-то еще. Что просто где-то прочитал на объявлении что-то, захотел, у кого-то спросил. И все, что надо, получил. Нет. Это так не работает. Тем более в 21 веке. Когда и в Австралии, и в Канаде, и во всех других странах мира есть огромная конкуренция. Поэтому, ребята, как говорили в Простоквашино, дом начинается с собачьей будки. Строительство дома начинается с плана. Ваша миграция должна начинаться с плана. И если вы относитесь серьезно к вашей миграции, вы начнете делать этот план, составлять этот план. Не обязательно, как я сказал, о миграции в Австралии. Но миграция в любой англоязычной стране. Да и вообще, какой любовь в стране. По всему миру. Потому что мир открыт. Никто не хочет видеть нахлебников. Понимаете? Все хотят видеть профессионалов, людей, которые готовы принести что-то новое в страну. Свои знания, умения, навыки. И готовы платить налоги. И таких людей именно ждут. Если вы просто хотите сесть кому-то на шею, ну, так сами понимаете, такого, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовьте свой план миграции. Готовьтесь к этому серьезно. Берите ответственность за свою жизнь. Я очень часто говорю о том, что вы должны взять ответственность за свою жизнь. И я готов повторить это и в этом видео. Если у вас не будет ответственности, у вас не будет ничего. Учите язык. Наймите репетитора. Сделайте изучение английского по скайпу. Если вам интереснее скайп. И вы считаете, что вы быстрее сможете выучить английский язык. Если вы делаете все по скайпу. Но не откладывайте то, что можно сделать сегодня. Делайте свой план сегодня. И когда-либо вы сможете сказать, да, я эмигрировал. Но это будет только тогда, когда ваша ответственность будет равна вашей именно ответственности. А не чьей-то еще. Когда вы прекратите перекладывать эту ответственность на чужие плечи. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что-то у вас прояснилось. И хотя бы, если один человек возьмет ответственность на себя после просмотра этого видео, значит это все было не зря. Поэтому увидимся в следующих видео. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok